Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец. С вами Сергей. Сегодня будем делать интересную самоделочку. Самоделку я буду делать из экструдированного пенополистирола. В данном случае я взял пеноплекс комфорт. Толщина 50 мм. Ну а делать будем с вами самый простой, что ни на есть, инкубатор. Сейчас сезон, и я думаю, эта самоделочка будет многим полезна. Ну а как сделать, мы сейчас увидим. Первым делом приступаем к разметке. Поехали! Первым делом обрезаю шипы с двух сторон. Они нам будут мешаться. И затем нужно сделать разметочку. Размечаю 45 см с двух сторон. И затем уже провожу линию. Резать можно пеноплекс ножом, но я буду использовать лобзик. Недавно был ролик, сделал универсальную пилочку, заточил ее вот таким способом. И теперь можно спокойно резать пеноплекс. Можно, да, и ножом, но опять же повторюсь, если мы режем лобзиком, то угол получается ровнее. А в данном случае это очень важно, так как детали должны подходить очень и очень плотно. Ну и после этого нужно сделать разметку. Отмечаю 30 см, потом еще 30 см и 35 см. Это нужно обязательно, потому что будет второй лист, там разметочка будет уже немножко другая. Ну и вот после того, как отмерили 30, 30 и 35 см, обрезаю все это лобзико. Как видим, получается очень ровно. Никаких зазубрин, ничего нет. Все ровненько. Ну и угол, естественно, тоже получается ровно. Затем берем второй лист, также обрезаю шипы с двух сторон, так как они будут мешаться. И снова отмеряем 45 см. Отмерили. И теперь снова нужна разметка. Здесь немножко другая. Отмеряем 30, 30 и 55. То есть вот такая вот должна разметка. И у нас как раз получается, что два листа нам полностью хватает на нашу самоделочку. Если сделать разметку немного по-другому, то может не хватить. После этого получаются вот такие заготовки. Их нужно склеить между собой клей-пеной. Клей-пену взял пеноплекс. И зафиксировать вот такими саморезами. Взял сотку, одел шайбу. Этого будет вполне достаточно. Некоторые спросят, почему именно пеноплекс использую. Потому что он экологически безопасный. А в данном случае это очень важно. Его делают из аналогичного сырья, который используется для изготовления детских игрушек, одноразовой посуды, трубочек для коктейлей. У него почти нулевое водопоглощение. Не боится влаги и отлично держит тепло. А в данном случае для нашей самоделки это очень-очень важно. Ну и естественно, работаю им уже не первый раз. Утеплял мастерскую. Также делал курятник с помощью пеноплекса. Ссылочку можно увидеть вот здесь вверху. Ну и естественно, его легко и просто монтировать. Ну а мы продолжаем собирать наш инкубатор. Фиксирую все саморезами. Можно, конечно, обойтись было без саморезов. Но не знаю, собираю уже не первый раз. Мне кажется, это самый оптимальный вариант. То есть наносим клей-пену. И чтобы пеноплекс не скользил, фиксируем его винтами. Затем, когда уже клей схватится, можно даже винты выкрутить и ничего не будет. Наш инкубатор не развалится. Я думаю, это самый оптимальный вариант. Ну и, как видим, уже подходит к завершению. Мы короб собрали. Затем в коробе убираю все излишки пены. Можно, конечно, когда высохнет все ножом это обрезать. И теперь нам нужно будет 4 заготовки. Ширина у них получается 7 сантиметров, а длина 12. Нам понадобится 4 вот таких заготовки. В них вкрутил саморезы. Опять все это сажаю на клей-пену, пеноплекс. Наношу. И все это закручиваю шуруповертом. Данные их нужно будет разместить по углам. И они у нас будут играть роль ножек. То есть, или подставок, как это правильно сказать. Вот таким вот способом. От угла немножко отступаю сантиметр. И так 4 штуки закрепляю. Теперь понадобится вот такой вентилятор. Это от центрального процессора. От компьютера. Немножечко переделал. Поставил радиатор с другой стороны. Так как нужен забор воздуха с этой стороны. И теперь его прикреплю ровно по центру. Просверлил 2 отверстия. И закреплю его вот такими хомутами-стяжками. Сейчас просверлим дырочку, чтобы просунуть провода. Все готово. Далее изготовил из нержавейки вот такую пластину. Сейчас скажу размеры. Длина 260 миллиметров. Ширина 120 миллиметров. Также сделал отверстие. Шестерочка. Расстояние 225 миллиметров. Вот этого центра до этого центра. У нас получается 35 миллиметров. И все. И теперь эту пластину вот таким способом нужно прикрепить. Чтобы просверлить отверстие, вот здесь, к краю от стенки отступил 100 миллиметров. И сверлим. Сверло у меня шестерочкой. Одно отверстие и второе. Для крепления пластины буду использовать вот такие шпильки. Шестерку. Итак, закрепили пластину. Два провода. Просовываем здесь же, где и у нас выходят провода от вентилятора. Затем вкручиваем вот такую лампочку. Я взял на 60 ватт. Этого вполне достаточно. Дальше взял вот такой отрезок нержавейки. Ширина была 140 миллиметров. Длина 380. Сделал полукругом. На трубе отбил. И сделал два отверстия. Эти отверстия совпадают с нашей шпилькой. На шпильках у нас имеются гаечки. С помощью данных гаечек мы регулируем высоту вот этой детали. Вот так она одевается. Вот. И опирается на гаечки. Далее нам нужно будет вот здесь просверлить отверстие, чтобы вмонтировать вот такое горлышко от пластиковой бутылки для вентиляции. Просверлил отверстие. И теперь закреплю горлышко. Так, ножки приклеены. Теперь нужно сделать крышку. Вырезал вот такую крышечку. И теперь нужно снять фаски по кругу, чтобы она плотненько входила в пазы. Итак, снял фаски по 50 миллиметров. Теперь здесь нужно сделать два окошка смотровых. У меня есть оргстекло. В моем случае это трешка. Если у вас нет оргстекла, то хотел сказать, можно сделать из вот таких корпусов от старых CD-дисков. То есть открываем, обрезаем бортики, и получается также два смотровых окошка. Итак, все сделал. Стеклышки установил на герметик. И также установил два горлышка от бутылки для вентиляции. Это, в принципе, все. Остается сделать только электронику. Друзья, что касается электроники, управлять все будет у меня с помощью вот такой платы. Заказывал на Алиэкспрессе. Стоит копейки. Что касается самой платы, все просто. Питается от 12 вольт. Два разъема. И здесь два разъема на разрыв. То есть с нашей лампочки. Также есть здесь датчик температуры находится. Ну и давайте сейчас подключим эту плату. Подключить довольно-таки очень все просто. Итак, у нас выходят два провода от кулера, от вентилятора. Нужно будет запитать 12 вольт. И два провода выходят от лампочки. Затем надеваю сюда лапы. На одной из лап подсоединяю 220 вилка. И здесь нам нужно будет в разрыв соединить вот эти вот два провода, которые идут от платы. Я их вот здесь вот проведу. И сейчас подсоединю все это в лапы. Все, соединили. Можно закрывать. Теперь нам останется датчик температуры поместить вовнутрь инкубатора. И запитать нашу плату 12 вольт. И кулер на 12 вольт. Также решил рядом прикрутить еще одну распайшную коробку. И поместить туда гигрометр. То есть можно было просто просверлить. Но провод длинный. И чтобы он не мешался, определенную длину мы помещаем в инкубатор. А остальное все аккуратненько скручиваем. И закрываем. Так, наш инкубатор готов. Можно приступать к сборке. Для поддержания влажности использую вот такие вот формочки. Наливаю в них воды. Если влажность маленькая, то можно губочки положить еще сюда, чтобы повысить влажность. Одеваю защиту. По высоте нормально, на уровне вентилятора. Теперь устанавливаю вот такой вот пластиковый ящик. Сюда вожу марлечку. И на эту марлю уже размещаю яйца. На яичках делаю крестик, чтобы понять, как их переворачивать. То есть утром и вечером переворачиваю. Допустим, утром крестик вверху, вечером переворачиваю вниз. Еще раз повторюсь, и это бюджетный инкубатор, и автоматического переворота здесь нет. Так, ну и здесь, когда уже будут яйца уложены, уложим гигрометр и датчик температуры. Кстати, здесь тоже есть датчик температуры. Все, здесь все мы уложили. И теперь закрываем крышкой. Вот так все это выглядит. Все, закрыли. Можно пробовать включать. Плату управления и кулер подсоединил к блоку питания. Чтобы блок питания работал, нужно на большой шине перемкнуть два провода, черный и зеленый. Тогда у нас на фишках черный и желтый будет 12 вольт, черный и красный 5 вольт. Ну и лампочку протянул, воткнул в розетку 220 вольт. Итак, давайте включим. Все, включили. У нас пошел нагрев. Температуру выставил 37,5, гистерезис 0,2. Ну, сейчас посмотрим. Как видим, сейчас лампочки горят. Все работает, нагоняет температуру. Лампочка, видите, потухла. 37,5. Кулер работает, свет не горит. Температура 37,5. 37,6. Здесь гистерезис 0,2. Может даже быть 37,7. Ну, потом падает снова. Упадет и снова включится. Как видим, температуру очень долго держит. Уже прошло определенное время. Лампочка так и не горит. Ну, и вот, температура упала до 37,3. И снова погнала. Вот, догнала 37,5. Лампочки отключились. Друзья, вот такой вот простенький инкубатор у нас сегодня с вами получился. Из материалов нам понадобилось два листа пеноплекса, старый блок от компьютера, кулер, лампочка. Ну, и также плату, которую я заказывал на Алиэкспрессе. Ссылочку на нее я оставлю внизу под описанием. И гигрометра я тоже оставлю на него ссылочку в описании. Саму настройку платы я не стал показывать, чтобы не растягивать видео. Если кому-то будет интересно, могу сделать коротенькое видео или дать пару ссылок на моих коллег, которые тоже делали отдельный ролик по настройке данной платы. Крепил весь инкубатор пеной пеноплекса, вы видели, чтобы он не разъезжался, еще крепил на саморезы. Теперь пена схватилась, саморез даже если выкрутить, то инкубатора ничего ему не будет. Некоторые скажут, что крышка не плотная, не герметичная. Друзья, запускал инкубатор, температура держит отлично. Единственное, если вы пожелаете, можете взять утеплитель для окон, есть такой вспененный, проклеить. И тогда крышка уже будет держаться плотнее. Что касается внутри пластикового ящика, некоторые используют сетку металлическую. Я уже выводил не раз, и мне ящик больше понравился, потому что когда цыплята выводятся, они могут либо лапки сломать на этой сетке, а в ящике они себя чувствуют намного лучше, потому что еще под низ я стелю обычным марлю. Ну, думаю, на этом будем заканчивать. Если остались вопросы, обязательно напишите. Напишите, что я сделал неправильно. Всегда рад вас выслушать, ответить на ваши комментарии. Ну, а мы будем заканчивать. Всем пока, до новых встреч.